Господин председатель, благодарю за созыв этого заседания. Мы благодарны ЗГС Джеффри Фельдману за проведение брифинга в столь сжатые сроки. Мы обеспокоены эскалацией насилия на востоке Украины с момента последнего заседания Совета по Украине менее недели назад. С тех пор мы видим повторение неизбирательных нападений по гражданским районам. 25 января гражданский транспорт подвергся нападению в Донецке. В результате 15 человек погибли, 20 получили ранений. Через два дня, по крайней мере, 30 человек, в том числе два ребёнка, погибли в Мариуполе. Более сотни гражданских лиц были ранены. Малайзия осуждает такие неизбирательные нападения самым категоричным образом. К сожалению, последнее насилие в Мариуполе даже не заслужило осуждения Советом безопасности из-за отсутствия консенсуса среди членов Совета по проекту заявления для прессы. Малайзия призывает провести независимое расследование по случаю этих инцидентов. Совершившие жуткие преступления против гражданских лиц должны понести наказание. Малайзия хотела бы напомнить сторонам конфликта о необходимости соблюдать нормы международного гуманитарного права и национального гуманитарного права. Нападения на гуманитарные колонны также должны немедленно прекратиться. Последние события серьёзно подорвали соглашение о прекращении огня. В сентябре прошлого года, который выработали стороны, Малайзия призывает соответствующие стороны полностью выполнять свои обязательства по Минскому протоколу от 5 сентября и Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года. Последние события на востоке Украины доказывают, что дипломатические и политические решения необходимы срочно. В этой связи мы приветствуем все усилия, которые могут содействовать деэскалации кризиса и содействовать прекращению конфликта, включая возможность возобновления переговоров в женихском формате. Малайзия говорила уже на прошлой неделе о том, что военные решения не отвечают интересам ни одной из сторон, и в конечном сроке оно не решит проблему. Через 70 лет после создания ООН мы по-прежнему сегодня видим важность главных принципов Устава ООН, в частности, суверенитет и территориальной целостности стран. Мы призываем соответствующие стороны подумать о последствиях своих действий для долгосрочных интересов и международной позиции страны. Мы призываем соответствующие стороны подумать о всех возможных способах для выработки мирного решения. Мы привержены конструктивной роли в Совете для достижения деэскалации кризиса и возобновления переговоров для восстановления стабильности и территориальной целостности Украины. Благодарю, господин председатель. Спасибо.